Туристическое снаряжение, шанти-шанти-рэф, немножко не туристическая сумка, но хотя туристы разные бывают. И, скажем, раз, когда мы ходили по реке Варгол, к нам подошли местные гопники и сказали, что это теперь наша переправа, и давайте нам деньги за то, чтобы здесь перенести байдарки. А мы им сказали, что как бы ребята шли бы, в общем-то, и занимались бы всякими разными извращениями по этому поводу. Поэтому, да, бывает и такое нужно. Короче говоря, городская или оклогородская сумочка для ношения разных всяких штук и самое главное, ношение, скрытного ношения стволов. Ну, как бы, с которых можно делать пиф-паф или хотя бы угрожать это делать. Ну, можно носить что-нибудь еще, понятно, мы типа там, миру-мир войне пиписька, ну, короче, всякое случается. Давайте начнем сзади. Тут у нас есть сеточка Эрмеш, ну, несколько миллиметров толщиной, да, немножко приятнее, когда потеешь, немножко мягче к телу. Ну, я думаю, что это не самое критическое. Интересен профиль, то есть сумочка предназначена для ношения сбоку, как бы, да, вот, профиль эргономический, так как бы видно уже. Попозже наденем на себя и посмотрим, как оно сидит-висит. Фурнитура, как я уже говорил в соседнем ролике, это бренд Vujen, он же DuraFlex, и это олдскульный DuraFlex, то есть это тот DuraFlex, который был до того, как он стал DuraFlex-ом американским, да, американским же он стал, да? А раньше он был итальянским, если не ошибаюсь, в общем. Отличается от DuraFlex под маркой DuraFlex тем, что здесь более мягкий пластик, и оно такое все чуть-чуть более квадратное. Как бы вопрос дизайна на любителя, работает оно норм абсолютно, и оно более морозостойкое. Я видел изделие с этой фурнитурой, которому 6 лет, фурнитура как бы как новая, с ней ничего не сделалось, поэтому все окей. Значит, смотрите, это первая регулировочка, стропа 1200 кило выдерживает, я не знаю, что будете носить с таким весом. То есть если у вас сумочка попробует украсть мотоциклист, и вы там зацепитесь за столб, в общем-то, можно мотоциклиста, если выдержит фурнитуру, конечно, опрокинуть. И интересный момент, вот у нас лямка на плечо, она, кстати сказать, не могу сказать, что она сильно толстая, или там какая-то сильно эргономическая, сильно эргономическая, но вот есть некоторые изгибы, я не знаю, это он заводской или просто... Ну, в общем, некоторое незаводское искажение, оно не такое существенное, надо о нем сказать. Так вот, штука в чем? В нем есть еще одна двухщелевочка. Двухщелевочка, во-первых, стопорит стропу, то есть стропа, вон, не убегает, во-вторых, она позволяет вам здесь отрегулировать стропу и положение лямки. То есть надо, чтобы лямка тут была, или чтоб тут была, или чтоб здесь была, то есть лямка никуда от вас не убежит, и, в принципе, надевая сумку, будете ее иметь всегда на месте. Такое достаточно простое, элегантное, по-моему, решение. Полукольцо, собственно, сюда можно зацепить любимую компанию Hazard Fog, как я думаю, третью лямку, или, не знаю, фонарик, или там ключи, или третий брелок. У нас продаются, кстати, свои цветы, с учетом 20 лет в темноте. Ну, в общем, чтобы зацепить. Значит, теперь пойдем дальше. Кармашек. Вот я ненавижу, честно говоря, эти фастексы от Diroflex, но вот от Wujin они мне нравятся как-то больше. Прикол в них в том, что они открываются одной рукой, вот, и мы имеем первый кармашек. Значит, я подозреваю, что сюда телефоны современные, наверное, уже не лезут. Хотя, вот, пятый айфончик влез, я думаю, четвертый влезет еще лучше, но, учитывая, какие сейчас лопаты у всех, в общем, не по телефону. Дальше. Боковой карманчик. Так, на кармашке есть стропа, типа Mali Pulse. Я не думаю, что сюда какой-то прям подсумок реально засыпить. Ну, скорее, что-нибудь привязать. Молнии. Молнии достаточно добротные. Вот, посмотрите, как изнутри сделано. Швы окантованы у нас. Нитки используются английские. Живучие. Я уже говорил, что пытался их рвать руками, они не рвутся. То есть, намотательный карандаш как бы рвется отлично. Руками нечего, акин, не рвут свои руки. Жалко, то есть, как бы, это хорошо. Фирменная брендовая Cordura. Прямо Cordura-Cordura. Мы прям поговорили по истории материала, откуда наберется производитель. И все, все хорошо. Дальше. Основной карман. Тоже с фахстерсом, как видите. Здесь он вот не улетает до конца. Что может и хорошо. Видно, что липучка. То есть, даже если мы открыли, оно не отваливается. Видно, что есть регулировочка. Ну, тут, наверное, надо полукольцо достать сначала. Можно по высоте регулировать. Собственно, почему? Зачем это нужно? Нам это нужно потому, что мы можем закрыться вот так, а можем закрыться вот так. А почему мы можем это сделать? Потому что в основном отделении у нас совершенно замечательный есть клапан. Клапан у нас здесь на паракорде. Никаких эластичных материалов. Только хардкор. Как бы все это должно жить очень-очень долго. Соответственно, мы сюда можем, ну, не знаю, там, грибов насобирать, ягод. Или носить что-то. Значит, смотри, я, наверное, подсвечу или ты с диафрагмой? Ну, как бы, вот тут есть раз. Кармашек на молнии. Меня не видно вообще ни черта. Я не знаю, как ты там. Вот, как бы, есть раз. Кармашек на молнии. И да, отличный два телефона, которые сейчас. Ну, я не знаю, как тебе светить, короче говоря. Вот, на, снимай. Снимай изнутри. Я расскажу, что здесь довольно ровные швы все. Вот тут видно кончание шва, и оно нормально совершенно. Ничего не торчит, нитки обрезаны. Как бы все ок. Вот, это основной карман. Дальше у нас есть вот такая микрокармашка. То есть, опять же, это не совсем hazard phone, где вообще можно заблудиться в поясных сумках. Но, как бы, классно, да? Тот же телефон. Паспорт, по ощущениям, сюда влезет. Я, наверное, даже... Давай паспорт возьму все-таки. Вот, интересно. У меня он, благо, недалеко. Я в этот раз его ношу с собой. Вот, паспорт. В чехольчике. Вот, смотрите. Совершенно отлично. Отлично влезает. Надо не забыть вам. Так. Здесь у нас бренд Kiv Edition нашит. Эластичный карман. Есть, да, карабинчик для ключей. Это замечательно. Единственное пожелание. Было бы, конечно, круто, чтобы стояли, может, не карабины, а ретракторы или какие-нибудь полукольца для ретракторов. Потому что все-таки этого может не хватить для открывания. Но это, наверное, дело будущего. Я пока не слышал про функисли так-то, но, к сожалению, нет. Есть вот такой вот интересный карманчик. Это у нас под пистолетную обойму. Эластичная стропа у нас, чтобы все это притягивало. Мы обсуждали, громко смеялись по поводу демаскировки, что когда ты его открываешь, ты себя демаскируешь. Ну, в общем-то, если ты меняешь патроны, наверное, ты куда-то первую часть патронов делал, правильно? Скорее всего, себя демаскировал. А теперь штука. Предположим, вы идете, и вам говорят, а, предъявите, что у вас в сумочке. Да, и вот такие, та-та-та-та-та. А, в сумочке у меня грибы и ягоды. И они такие, ну, хорошо, как бы, чувак, проходи, грибы и ягоды прекрасно, молодец. Вы такой себе идете дальше. Там все это закрываете. Закрывайся. А, у вас, бац, и есть еще один карман. Вот тут вот. Он не то, чтобы совсем потайной, но вот его можно не заметить. Мы его открываем. Легким движением в руки достаем то, что у нас там лежит в случае необходимости. Изнутри есть липучка, приемная часть. Ага. Это все по поводу карманов. И по поводу веса. Заявлен вес 530 грамм, по-моему. Мы взвесили, нас даже чуть-чуть меньше получилось. 520. В прошлый раз было 526 почему-то. Вот. И давай попробуем ее на себя нацепить. Так. Вот. Ну, как бы она. Примерно вот так вот смотрится. Ну, по ощущениям нормально. Мне немножко непривычно, я отвык. Ну, как бы, в случае чего, перекидываем. Идем дальше. Ну, так, а сумочка от KVD. Самая продаваемая, как бы, вещь приятная. Кордура. Я думаю, что можно рекомендовать к покупке. Вещь достаточно специфичная. Не всем нужна. Я думаю, что если вам что-то такое нужно, как бы, пожалуйста. И еще из этих сумок получаются неплохие подарки для отцов. Я пробовал, потому что обычно с возрастом у них накапливается куча вещей, которые нужно таскать с собой. Но, опять же, Everyday Carry и DC. Вот это вся тема. Так что можно себя почувствовать даже модным. Как только вы это увидите, на YouTube там будет ссылочка на приобретение. Есть оплата на сайте. Есть оплата при доставке. Доставка по всему миру, кстати говоря. Пишите, обращайтесь. Будем рады вам помочь. До встречи.